Оценили? Можно отзыв писать? Да. Отзывы мы любим. Да, контакт наладится. А сейчас пойдем по основам. Я абсолютно контактный человек. Спокойно, размеренно рассказываем все. Как на духу. Как на духу. Про конкуренцию вообще ничего не смогу вам рассказать. Ну хорошо, переходим к другому тогда. Сегодня никто вам не предложит обменять оборудование кухни по программе Трейли. Кроме компании Реста Бум. Здесь вы можете обменять старое на новое. Вы сами решаете какую технику покупать? Не шеф. Я шеф. То есть вы и шеф, и начальник, все совокупаете? Ну так, для справки. Шеф кондитер 6-го разряда. Владелец кондитерской студии. Да, да, да. 6-го разряда вы же одна из. Мне кажется, у вас нет больше тех, кто у кого 6-й разряд. Нет, 6-й разряд есть у многих шефов. Просто из, так скажем, кондитеров очень редко кто имеет. Да. Вот начинали когда. Прибыль, она в первоначальном этапе растет вверх и все-таки падает вниз. Какой период этого ждать? Как? Что скажете по этому поводу? Давайте так. В каком ключе и о чем мы говорим? Мы начинаем бизнес. Мы открыли его, да? И у нас прибыль этого бизнеса, ресторанного, да? Растет вверх? Или же... То есть мы говорим про ресторан или про кондитерку? Мы говорим про вас, про ваш бизнес. Просто у меня еще сеть ресторанов и есть у меня кондитерка. Про все говорите. Говорите про все. Хорошо. Нам все интересно, все важно. Ну, если говорить про рестораны, то есть у меня сеть ресторанов выстроена. Да, естественно. Если говорить про рестораны, то естественно, на моменте открытия первого своего ресторана у нас прибыль была миллион в месяц. Чистыми деньгами. Просто вот. Один миллион рублей. Месяц прошел, один миллион рублей. И не менялась? Ну, она там типа 800-900 там. Ну, приблизительно, да. Прибыль была очень хорошая, учитывая, что на открытии одного ресторана мы потратили, ну, тратили в среднем где-то 3-4 миллиона. То есть за 3-4 месяца у нас все это окупалось. Угу. То есть это чистыми прибыльами? Чистыми. Без расходов. Вот прям совсем. Вот все расходы убрали. Вот чистокан, который остался. Угу. А если бы индитерки купаться? Про рестораны. Это было недолго. Потому что, когда я открыла первый ресторан, в Челябинске был один Макдональдс и 12 Subway. И больше кост-фуда вообще никакого не было. И ничего не было, да. На сегодняшний день у нас появились KFC, Burger King. А конкуренции? Да. 56 Subway. Да. Сколько это там Макдональдс. Мне даже все не вспомнить. Да. Соответственно, сейчас прибыль от ресторанов, она вот такая, да. То есть где-то 50-100 тысяч в месяц они несут. И, в принципе, ну, как бы… И слава богу. Можно успокоиться, они там сами по себе работают. То есть это устраивает вас? Да. Поэтому, если говорить про прибыль, то она всегда зависит от чего-то. Нельзя сказать, что любой бизнес открываете, у вас будет все там шикарно, да? А что-то сразу… Сразу там миллионерами стали. Ну, мы вот сразу стали миллионерами. А теперь… Слава богу, да. Они не могут среагировать на эту… Чтобы вовремя от себя запрыгнуть. Ну, вот как-то я… Чутье подсказало. Жестное. Я очень быстро это все делаю. Ахахаха. 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 Поход ко мне ему не оплачивать. Ахахаха. Ахахаха. Ну, все верно. Ахахаха. Хорошо. А что касается кондитерки, конечно, это было все с нуля. И прецедентов не было до меня в Челябинске. То есть я была первая, я была совершенно ничего в этом практически не знающая. И мне очень сильно хотелось, чтобы в нашем городе была достойная база для получения знаний, да, в этой сфере. Вот. Поэтому, конечно, все было понарастающе. Сначала были очень большие заплаты на оборудование, минимальная прибыль. Доход. Доход, да. Ну, даже прибыли не было. Ахахаха. На сегодняшний день, вот, четверг лет уже прошло, конечно, да, у меня есть прибыль, да. За четыре года, то есть это уже нарастающие лестники? На растающие. То есть первые, вот, первые хорошие деньги, да, например, 100 тысяч в месяц, да, чистыми деньгами начала зарабатывать через год. Через год. То есть год вы выжидали того завода? Я не выжидала. Я год работала. Для того, чтобы… Да вы понимали, что будет так. Да. Мне надо было научить людей. То есть, что хорошо, когда ты открываешь франшизу, да? Ты берешь готовый продукт, вешаешь себе Subway, и люди просто к тебе идут. Потому что знаю. Ну, тебе не надо их сговаривать, они идут на бренд, да. А тут я создавала бренд с нуля, то есть вот это уже было сложно. И сегодняшний день, конечно, да. Если вы приходите на какой-то праздник, и на столе вы видите торт от Филатенко, да, вы сразу думаете, да, сколько вы уже была бы у меня на бренд заказали. Ну, то есть, как бы, да, уже это статус. То есть, я уже бренд на сегодняшний день. А тогда кто меня знал? А когда бренд, вот вы поняли, что все, бренд работает мой, вот через какое время? Ну, наверное, вот последние года два я уже, так скажем, могу сказать, что я Александра Филатенко, и вопросы помехали. И, да, то есть все понятно. В компании Restewoo все оборудование, в том числе бывшего употребления, проходит сервисное обслуживание. Поэтому все исправно, абсолютно на все делается гарантия. Как вы относитесь к конкуренции конкурентам? Ну, вообще, если серьезно говорить про мою сферу конкретно, да, то есть на секундочку, чтобы вы понимали, то есть это не сеть, ну, то есть это не ресторан, это не... То есть у меня немножечко акцент распределен все-таки на кондитерку, вернее, не распределен, а он только связан с кондитеркой. Вот, соответственно, в нашем сообществе, так скажем, кондитеров, ну, во-первых, меня знают все. Да, потому что я основатель, единственная кондитерская студия в Челябинске, больше ни у кого нет кондитерской студии. Я провожу мастер-классы, я привожу иностранных шефов, шефов со всей России для того, чтобы обучать здесь и профессиональных кондитеров, и любителей. Вот, я создала чат кондитерский в Челябинске, то есть все кондитеры, которые есть в Челябинске, они, соответственно, в этом чате находятся. Нашли еще, да, в этот чат? А, если честно, я была поражена, что я думала, человек 30 будет, но у нас сейчас только 50 человек в этом чате, и все они кондитеры. Почему? Так много у нас кондитеров. Вот, и поэтому сказать, чтобы я чувствовала какую-то конкурентность, ну, вы понимаете, да? Да, что здесь уже вне конкуренции. Дело даже не в том, что я и не пытаюсь ни с кем конкурировать, я сама обучаю себе конкурентов. То есть я вот завтра у меня будет мастер-класс по эксклюзивному десерту, который делаю только я, который придумал я, и, соответственно, я его несу в массу. Чтобы мне мешало, да, только одно и зарабатывать на этом. Внутри мы их укладываем, да, и говорить, я одна. Чтобы не у кого-то забирать идеи. Да, моя задача – выдать эти знания для того, чтобы другие кондитеры расширили свой ассортимент и были конкурентными, может быть, между собой, так скажем. Поэтому я не скажу, что я выше этого, я где-то в стороне от этого. А без конкуренции можно вообще существовать, мне кажется? Конечно. Конкуренция должна быть в всём, это же… Ну, у меня, может быть, есть какие-то конкуренты, ну и то, я ни с кем вообще не конкурирую, но, то есть, люди, организация, да, которые занимаются тем же, что и я, но они находятся очень далеко от Челябинска. То есть мы больше коллеги, нежели конкуренты. То есть мы больше общаемся по обмену опытом, нежели там, ну, ты привезла Франку Хасмута, я его хотела привезти. Да, ну, то есть у нас вот такого вообще нет. Ну, я даже иногда сама езжу в другие студии, в другие города, когда вижу, что приезжает крутой человек. Ну, опыты-то надо брать, да, всё равно. Да, поэтому здесь и они ко мне приезжают, потому что и так шпортно. За модой следите ещё раз. За модой? Ну, кофточка с юбочкой, сочетание, что по моде там, по последним моделям. Ну, если честно, я так очень далековато от этого. Нет, нет, а может быть, тогда гаджеты следите? Нет, у меня просто, что касается моды, у меня есть девушка, которая меня приводит в раздевалку, и всё, да, и понеслась ты. Вот это ты будешь носить в этом сезоне, да, и всё. Да, а гаджеты? Гаджеты, это наше всё. Это наше всё, да, в них всё, да? Я работаю в нём, да. Хорошо, а в кухне следуете моделям новым? Меняете постоянно, когда выходного модель поменяли? Ну, как-то у меня всё новое. Всё новое. А какой процент тратите на оборудование, на ремонт? На ремонт оборудования я сейчас ещё не очень много, я всего 4 года занимаюсь медитеркой, у меня ещё пока ничего не ломается. Ничего не ломается, то есть ничего не выходит. Будем на этом оборудовании, пока не сломается-то? Ну, я техобслуживание провожу, всё. Техобслуживание проводится, это уже хорошо. А если вот вышло из строя, вот, допустим, представим ситуацию, вышло из строя. У меня есть запасной. Запасной есть, то есть меняем меню или идём? Нет, у меня запасной. Миксер сломался, есть ещё один. Морозильник, есть ещё один. Холодильник, так ещё! Да, есть ещё один, да. На самом деле, так и есть. Компания Restabum понимает, что госресторан не ждать не будет, поэтому предоставляет на временную замену самое востребованное оборудование для дома. Я так понимаю, вы любите то, чем вы занимаетесь. Конечно. Вы брали только потому, что вы любите это? Или это всё-таки где-то крылось в вас, я сделаю бренд и буду миллионером? Ну, допустим, да? Кроется или нет? Нет, на самом деле, я этим занялась просто потому, что мне была очень интересная тема. Я была абсолютно профан в кондитерке, то есть я вообще юрист по образованию. Юрист по образованию? Конечно. И я в теме общепита имела очень косвенное отношение. Я десять лет руководила туристической компанией, работала в театре, у меня было кадровое агентство. То есть это такие совершенно не связанные между собой темы. И это была одна из, ну, дай-ка я попробую, вдруг мне понравилось. Это просто идея была, которая... Это просто... Просто женская идея, которая... Я хочу! Началось всё с булок Синабон, на самом деле. Когда я открыла пекарню Синабон, я поняла, что я ничего не знаю о тести. И я просто очень сильно на ней была злая, потому что они заставляли нас покупать американские продукты для приготовления булочек Синабон. То есть американская мука Синабон, американский сыр, американское масло, корица и прочее. Угу. И это, естественно, ну, знаете, логистика с Америки. То есть там ценник. Да, конечно. Вот. И я хотела, я говорю, дайте мне возможность, пожалуйста, Макку взять и сделай то же самое. Я смогу. И они там нет и всё. Я на них очень сильно разозлилась, я закрылась с Синабон в городе. Вот. И пошла учиться на кондитера. Я решила, что я выучусь на кондитера, я сделаю эти булки, повешу вывеску там в Синабон, я не знаю, и буду продавать их всё равно в городе. То есть вас спровоцировало на новое? Что это такое вообще, американские какие-то? Будут здесь у нас русских командовать. Хлеб подбирать. Да. А вот. И когда я пошла учиться уже, я поняла, что тесто вообще не моё. И десерты – это вот то, что у меня… И что-то вкусное, сладенькое, нежное. Такое… Да. Всё. Я иду в кутбол. Хорошо. А вы одна это всё или кто-то разделяет ваши страты к этому вкусному, сладенькому искусству? Может, это подсказывает вам, даёт допустимые слова? Или может, участвует ещё? Нет. Я делаю всё сама. У меня небольшой кондитерский бутик, который я поддерживаю, пусть ассортимент только я. И все знают, что если они приобретут что-то из моей витрины, то это будет сделано лично мной. У меня есть помощница, которая моет посуду и отвешивает на грязи. То есть она к десертам не имеет никакого отношения, она вообще не кондитер. А делаю я всё сама. То есть я же провожу мастер-классы, я же организовываю шефов. У меня есть поддержка в виде моей сестры. Родной? Родной. Она живёт в Канаде. Постоянно. А как так можно поддерживать? На расстоянии гаджетов опять же, да? Она несколько лет назад, где-то два, наверное, или три назад, была моей первой ученицей. То есть я её первую обучила. Так сказать, она не тренировалась? Не тренировалась. На самом деле просто мне хотелось, чтобы она была занята чем-то таким, что будет её окрылять. Младше или старше сестра? Младше. У нас 12 лет праздница, да? 12 лет? Да, она сильно младше сестра. Вот. И она была моей первой ученицей. То есть я ей предложила, я говорю, супа, давай я тебе, ну, торт нам ничего делать. Она, давай. Она мне отказала, я бы там отказалась. Ну, она так, ну, давай. Не то, что там, давай. А я бы сделала вот так, давай. Ну, давай. А вот. И буквально через два или три месяца, ну, хорошо, через полгода она уволилась со своей работы, которая приносила ей ощутимый доход, позволяла ей снимать квартиру в центре Ванкувера, ну, то есть, жилить бедно. Через полгода она на тортах стала зарабатывать в два и в три раза больше, чем она получала на топовой позиции, да, там же Ванкувера. И она уволилась с работы на сегодняшний день. Это самый известный кондитер на американском континенте, Ксения Пенгина. Значит, ее знает вообще практически весь мир. Ну, если вы спросите человека, который хоть немножечко имеет отношение к кондитерке, хотя бы просто любит смотреть торты, они знают, кто такая Ксения Пенгина. Буквально месяц назад она открыла первый интернет-магазин, очень крупной интернет-магазин, опять же, для американского континента, для кондитеров. Она создала собственник пищевых красителей. Она создает совместно с компанией Слекомар формы для десертов, то есть то, в чем мы делаем с десерта. То есть она мой волшебный пендель, моя муза, и мы с ней друг для друга как вот… Она очень важная, естественно, да, то есть у нее своя команда, свое видение, у меня своя команда и свое видение, но когда мне нужна чья-то поддержка, и я начинаю там так, что же дальше делать вообще, ну, а вдруг это не то, что я тут думала, а вдруг надо… Я сразу звоню Ксюхе, Ксюха, короче, такая ситуация, да, что делать? Надо срочно студент. Да, и она мне выдает свою версию, да, не всегда я ее принимаю, но она мне очень помогает. То есть она мне помогает поставить мазки на место, ну, что ли, настроить их на правильный лад. Иногда, знаете, бывает такой закрыт, да, вроде все понятно, а потом… Все понятно, все лаконично, вроде идея идет, раз, сомнения. Да, сомнения. Вот, то есть она развеет ваши сомнения. Она, да, их либо опровергает, либо, наоборот, говорит, все нормально, давай. Все, Ксению хочу сюда, я хочу сюда. Вот. Компания Рестабум понимает, что госрестораний ждать не будет, поэтому предоставляет на временную замену Самое востребованное оборудование для вас. Представим, что только вы, только у вас остался бизнес на улице. Кризис. И мы все существует, в правом числе приехал к вам, существует только на ваш доход. И вы ухватили, не ущемляя свои потребности. Все это кто? Ну, сестра приехала. Или семья? Нет, ну, семья, ваша семья, конечно. Ну, в принципе, да, хватит. То есть вы уверены, что не ущемляя дохода, мы идем дальше. Сестра приехала, все, идеи пошли. Все нормально, да. Вставай за миксер. Да. Хорошо. Помимо сестры, близкие поддерживают вас в ваших начинаниях, в ваших идеях, в вашем бизнесе, которые вы ведете, ведете хорошо? Ну, у нас есть мама, которая, естественно, у нас самый главный мотиватор. А что касается мужа, когда я начала заниматься мидитеркой, закупила первые ингредиенты, первый миксер и так далее, и первые формы, он, конечно, надо мной посмеивался. Я говорю, ну, давай, портусница, посмотрим, что ты тут. Главное, чтобы не мои деньги тратила. Ну, то есть у него такое было очень скептическое отношение к этому и серия «Чем бы дитя не дешилось», да, лишь бы ко мне не резло. Вот. И буквально, наверное, вот где-то через полгода моей вот такой интенсивной работы, обучения, я постоянно учусь, бесконечного обучения и работы. Ну, я всегда на все праздники с тортом всегда приходила. И мы сидели за общим столом, это был день рождения одного из его друзей, были очень, ну, у него друзья очень богатые, влиятельные, там, кто-то в политике, кто-то в бизнесе. И такой большой стол, такой званный ужин, и все такие в декольте, там, значит, я такая, тут мой тортик, да, там, извините, пожалуйста, что я вот вам принесла. То есть тогда еще не было вот этого бренда? Бренда не было, да. То есть это просто торт? Ну, просто, да, я принесла просто в подарок от себя. Какая-то такая, за этот торт. То есть еще мало принесли. И девчонки спрашивают, типа, откуда торт-то вообще? То есть кто это в ресторане? Ну, в ресторане, нам говорят, да, откуда. Я говорю, ну, это, как бы, я. Это я. И вот тогда вы бы видели моего мужа. Да, это моя жена, она вообще-то кондитер. Ну, вот с того момента, конечно, да, он по сей день очень уважительно относится к моей профессии, очень гордится, очень, да, он поддерживает меня, но, во всяком случае, не пропадает. Но не участвует? Нет, он не участвует. Ему нравится наблюдать со стороны. Странно, то есть это приятно, да, получать довольствие, такая у меня классная жена. Ладно, так. А если бы ваш муж никогда не говорил вам, Кику, когда на начинаниях, что... Просто рассказывали ему что-то, пожалуйста, что оно... Ну, как бы, вот там вот у тебя было лучше. Или у тебя бы там получилось бы лучше. Зачем ты вот этим будешь заниматься? То есть не давал тем, что вы в другой сфере достигли бы больших успехов, не было? Он периодически говорит, что... Чего ты этими тортами занимаешься? Тебе политику надо. Никогда не поздно. Ну, это, конечно, больше такой... Наш ход, вообще он понимает, что я на своем месте, и в другом месте меня просто не видит. Ну, тут мне кажется, это вообще самое главное, когда все на своих местах и ты счастлива. Да. Он счастлив, потому что счастлива я. Да. Так, ну... Он подсказывает в чем-то, вы можете взять советы? Финансового вклада? В плане, да. То есть только финансы? Да, абсолютно. Другое нет. Ну, просто есть иногда какие-то проекты, которые я, допустим, боюсь начинать. Я понимаю, что это прибыльно, что это очень востребовано, что народ реально этого ждет. Но я боюсь. А вдруг я начну, и у меня не получится, да. Вдруг я начну, и облажаюсь. Ну, еще что-то такое. Ага. Я к нему прихожу, и говорю... Ну, давай. Что делать вообще? Что делать? Что делать? Вот так вот, вот так вот. То есть у него все просто? У него всегда все просто. Он сумасшедший просто стратег. Да. И у меня вообще... Когда рядом есть такая опора, защита, что я знаю, куда идти. Тем более сестра там еще по телефону, здесь муж такой, да. Без поддержки никуда. Без поддержки никуда. Прям, прям вообще в совокупности. Ну, давайте главному вопросу, который, мне кажется, меня в первую очередь тоже интересует. Где же взять эти деньги на бизнес? Вот на эту кулинарию вкусный сладенький. Я уже хочу быстрее туда. Попробуйте уже вкусняшки. Где вы взяли эти деньги? Я вам так отвечу на этот вопрос. У меня деньги были, потому что у меня был бизнес, который приносил стабильный доход. С собой. С собой. Но. Но. Если бы в свое время мне попался такой человек, как я сейчас, и он бы мне сказал, как все это начать, конечно же, я бы потратила сотни тысяч меньше рублей на этапе старта. Сотни тысяч, не тысячи, не десятки. Я понимаю. Понимаете, да, о чем я говорю? Именно поэтому сейчас я запускаю онлайн-школу как стать кондитером. И вот как раз там мы будем проговаривать, как запуститься так, чтобы не остаться без штанов. Да? То есть запуститься грамотно. Сначала начать зарабатывать, а потом эти деньги вкладывать в бизнес. Не, одно дело запуститься, а другое дело на запуск нужно... Вот я про запуск и говорю. Вот. Что-то положить, чтобы... Вот вы открываете дома свой шкафчик. Да. И говорите, так, у меня есть вот это, вот это, вот это. Что я могу из этого сделать? Я могу делать, там, макарон. Да. Нам нужен всего лишь, там, спатула, венчик и все. Да. По сути, там, миксерочек. То есть я могу сейчас делать макарон. Вы начинаете делать макарон. Да? Ну, это все французские. Понимаете, о чем я говорю? Окей, здорово. Это очень вкусно. Я очень большая сотка ехта. Вот. То есть вы начинаете делать макарон, на них зарабатываете первый капитал. И уже на эти деньги вы приобретаете, допустим, для, там, шоколада, да? Какие-то фирмы, краскопульты, я не знаю, там, скребки, шпатели, там, и так далее, да? Какое-то оборудование для работы с шоколадом. Да. Запускаете шоколад. То есть зарабатываете на макаронах и шоколаде. Ну и понимаете, да? Я понимаю. И по нарастающей. То есть идем, вот девочка сейчас печет дома тортики, то есть она может по нарастающей, по нарастающей. Она может себе заработать. Да. Хорошо. То есть разговор идет про то, что на сегодняшний день у меня уже отработана модель на моих студентах, которые у меня учатся оффлайн, то есть на практических мастер-классах, что абсолютно реально зарабатывать на домашнем приготовлении тортов на заказ. И быть на нормальных, хороших. Да. То есть 50 тысяч рублей в месяц – это как бы нормальный, чистый доход. То есть его можно реально зарабатывать. Я начинала неправильно. Не было такой, как я, который бы мне сказал, Саша, зачем тебе это? Зачем ты сейчас это купила? Тебе это до сих пор не пригодилось. Тебе это никогда не пригодится. Ну то есть вот это, потому что когда мы начинаем, кажется, ой, мне вот это надо, ой, а вот этот миксер, он, наверное, гораздо круче, чем вот этот, который у меня стоит. Да, он же такой розовенький. Собственная сервисная служба компании Рестабу осуществляет ремонт оборудования любого уровня сложности и года выпуска. Делает это недорого и сгорается. Да-да-да. И ты начинаешь брать все подряд вообще. А вдруг я буду конфеты делать? Ну-ка дай-ка я куплю себе форму конфетную за 3 тысячи рублей. И ты набираешь, 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 и потом туда ты садишься, тебе битком забиты шкафы, и тебе это ничего не нужно. Потом, ну вот сейчас я распродаю там буквально по 100 рублей, ну и девчонка, кто начинает, потому что, ну, иментарь, который не пригождается. Или там закуп продуктов, да, когда я там шоколада нигде нет, надо купить там нигейский шоколад, там сразу там 20 кг. Ну зачем? Ну зачем мне нужны были тогда эти 20 кг? То есть не было человека, который бы мне рассказал, сколько тебе реально надо, да, как посчитать, сколько чего тебе купить, где это купить опять же. То есть я когда вспоминаю, где мы все это покупали, это вообще ужас просто. Вот, поэтому я сейчас как раз и занимаюсь тем, что помогаю стартовым людям. А муж тебе сказал, типа, только меня не вмешивает, да? И получается надо самой же? Нет, нет, там финансовых у меня проблем не было. Просто я говорю, что я совершила очень много ошибок, которых я мотала и не совершила. Но это не стоит, да. Какие-то меня тормознули очень сильно, потому что я неправильно. То есть в начальном этапе надо идти в нарастающие, а не все сразу. Да, то есть надо грамотно подходить к началу любого бизнеса. Но только человек, который сам через это прошел, может вам реально сказать с чего начинать. Просто не все хотят делиться этим. А, ну это секретики же, конечно, секретики. А сабдэй как? Сабдэй нормально? Он работает или нет? Нет, он начинался. Сабдэй, на самом деле там все было гораздо проще. Это франшиза. То есть вы покупаете франшизу, вам дают список оборудования. А на франшизу тоже надо найти. Ну, кредит, я же говорю, я кредитовалась. То есть? Я брала кредит, да, и... Не побоялись. Побоялась, но взяла. Ну взяли, да. Все-таки взять кредит это все равно. Проценты потом отдавать больше, а вдруг не пойдет. На телефон и взять кредит на бизнес. Это мне большая разница. Телефон, да. Телефон завтра-послезавтра сломает, да. Бизнес тоже может сломаться. Может сломаться, но... Главное курировать. Мне просто, да. Мне почему-то казалось, что у меня все получится. Потому что тема была, тема была классная. Да. 12 ресторанов в городе. Что такое на полтора миллиона жителей? Сейчас это не вдохновляет. Рестораны? Ну, это стабильно работающая машина. Да, со стабильным персоналом, со стабильно понятной системой. Да. У меня там очень хороший управляющий. Самый крутой управляющий в городе вообще. У нас самые крутые показатели по собой России. То есть, в принципе, мы сюда на первых местах. Потому что мои рестораны самые-самые-самые лучшие. Вот. И я вообще за них не переживаю. Знаете почему? А что вообще вообще? Знаете почему? Потому что управляющий – это моя мама. Правда? Стоится нам только. Я наняла маму, наработаю, да. И я теперь вообще не парюсь. А нет такого, что вот говорят же, что с родственной… А я не работаю с ним. О, божественно. Я не работаю. Я просто наняла ее на работу и все. Я собственник бизнеса. Я вообще туда не лезу. Я просто периодически получаю на почту от собой Россия. Поздравляем, вы заняли первое место по России в плане сервиса. Какая приятная приятность. Я говорю, ой, какое чудесное. Я говорю, мам, спасибо. Все, поехали дальше. Да. Лучше близких и родных никто не поддерживает. Да, но работать лучше в детстве не будет. Да. Лучше не надо. Не советуем, да? Не советуем. Хорошо. Мы понимаем так, что если вы хотите открыть бизнес, то welcome к вам на курсе. Ну, кондитерский бизнес. То есть у меня такая ниша, она довольно… Но она довольно-таки тоненькая такая ниша. Она, да, она очень узкая, но… Да. На самом деле очень часто кондитерами, домашними кондитерами становятся девушки, которые в какой-то момент времени либо оказываются в декрете. Чаще всего. И их харизма не позволяет им просто сю-сю-сю, да? То есть им надо что-то еще делать, а они привязаны… Они привязаны, да, к микроребенку. Вот. И они начинают дома делать, вот, зарабатывать деньги. А потом есть категория, допустим, девушек, которые там… Ну, или парней, которые работают в офисе. И это у меня есть такие студентки, которые на сегодняшний день продолжают работать в скучном офисе, который приносит какой-то стабильный доход, там, пенсию и прочее. И по вечерам и выходные они делают торты на заказ. И это тоже очень хорошо для них. Да, статья дохода. Вот. Вот. Поэтому вот, то есть иногда, вот как я, да? То есть я пришла вообще за другим кондитером. Но меня зацепила вот эта работа на заказ, да? Вот эти штучные товары, нейтральный дизайн, там, невероятное сочетание и прочее. Мы просто поклонимся. Я вам поклонилась. Я сейчас вас уже несу в сторону. Да-да-да, я уже замечаю, что я уже постепенно… Владимир, я, наверное, это… Отдалюсь и пойду к кондитеру. Хотите 50 тысяч в месяц? Тогда вы еще к вам. Да-да. Спасибо. Вы меня так вообще разветлили. Я аж прям, это, вдохновилась и… И хочу теперь вкусный пироженок. Приходите ко мне в кондитерскую. Да. Приходите ко мне в кондитерскую. Где находится? Где находится? По Хорватии. Да. Владимир, я знаю, что мы делаем после. Тем более, если мы будем дорожки. Едем. Я вчера. Да, мы парни. Субтитры создавал DimaTorzok